Когда мощные удары не наносят серьезных увечий сопернику, накал во время схватки возрастает еще больше. В Кудо разрешены почти все приемы. Удары руками, ногами и элементы борьбы. Разница лишь в форме, кроме пластиковых масок. Это перчатки, жилеты, защита голени и паха. Нагрудную защиту бойцы используют до 17 лет. Бывает, я могу их бить, зарабатывать очки и не давать им меня зарабатывать. Бывает, я могу ногой в голову это дает точок. Одну очко. А вот тебя форма защищает, если наносят по тебе удары. Твой жилет, маска, то, что на ногах у тебя. Защищает ли это тебя от ударов сильных? Бывает, может и защитить, а может и нет. Смотря какой удар. Разрешены удары прямыми, боковыми. Внимание, в шоке и до свидания. На ногах в голову, которыми 10-9 можно, руками в голову. И еще там ломтик. И еще маяками в живот. Кудо или Дайда Дзюку. Современное полноконтактное боевое единоборство, созданное 35 лет назад мастером восточных единоборств Адзума Итакаси. В настоящий момент кудо – это динамично развивающийся вид спорта, включающий в себя элементы карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств. У нас запрещено только то, что ведет к серьезным травмам. Удары в затылок, удары в темечко, удары в позвоночный стоп и на излом сустав. Все остальное у нас разрешено. Но, кроме всего прочего, нас еще называют единоборство с чистым лицом. Потому что, несмотря на то, что у нас в полный контакт разрешены удары руками, ногами, локтями, коленями, головой в голову разрешено. Все броски и борьба на земле вместе с ударной техникой мы используем для защиты, боксеры используют для защиты, этих боксеров, защитные снаряжения, перчатки на руки, а мы защитный шлем. Соответственно, у нас, несмотря на то, что все очень серьезно и применяется полный контакт, люди, когда снимают маску, нет поломанных челюстей, разбитых носов и угол. Для участия в открытом Кубке Черного моря по Кудо в Одессу приехали представители восьми областей Украины и Молдовы. В спорткомплексе Международного гуманитарного университета на восьмой станции Фонтана собралось около 200 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет. Мы, в общем, специально выбрали это место, потому что оно находится на берегу моря. Спасибо за поддержку Кивалу Сергеевичу, за то, что предоставили там зал. Светлый, хороший, большой зал, трибуны позволяют себе вместить такое количество участников и комфортно всем разместиться здесь для участия в соревнованиях. Некоторые из участников настолько влюблены в этот вид спорта, что гордо используют надпись «Кудо» прямо в своей прическе. Ну, прямые бьют, а как вы? Ногами тоже работаешь? Да. Расскажи нам, папа, почему ты выбрел у себя на голове тоже надпись этого вида спорта и покажи нам ее. Мой папа сам ее подумал сделать. Что это значит для тебя? Это значит, чтобы я выиграл на соревнованиях. Первое место занял. По результатам соревнований будет составлена сборная области для участия в Кубке Украины, который пройдет в декабре также в Одессе. Чемпионат Украины состоится весной, а чемпионат мира через год в стране основательницы «Кудо» – Японии. Дмитрий Богомолов, Юлия Пального, телеканал «Репортер».